Сегодня мы будем изучать толкование языков, дар толкования языков. И наш текст сегодня из 1 Коринфянам 14 главы 12 стиха. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Снова мы приходим к категории, категории этого дара. И это очень красиво, у меня мой экран сегодняшний день, так что я могу видеть здесь. Дар провещевания. И небольшое определение, с которого мы начнем. Сверхъестественное воплощение в слова и последующая интерпретация и новая языка. И мы рассмотрим сначала, чем этот дар не является, а потом, чем этот дар является. Окей. Интерпретация, супернатурная вербализация и последующая интерпретация от различных тонов. Мы говорим о вербализации, то, чему вы придаете слышимый облик. Не только это ваши мысли, но то, что нужно произнести. Готовы с этим слайдом? И вначале, чем это дар не является? Это не просто воображение. Невозможно это представить умом, так как, если бы кто-то захотел это. Поскольку это действует через человеческий дух. или дух, который Бог вложил в нас. И не через наш естественный ум, природный ум. И способность человеческого разума не задействована в толковании языков. Таким же образом, как? Таким же образом, как? Не задействованы медицинские знания или медицинские навыки, когда Петр сказал хромому встань и ходи. Это сверхъестественное проявление дел Духа Святого. Также это не способность переводить языки. Толкование языков не может быть переводом. Человек, в котором нет Духа Божьего, не может естественными методами перевести сказанное. Еще один очень важный момент, что это не перевод, но интерпретация или толкование. Понимаем ли мы разницу между переводом и толкованием? Перевод, когда вы берете какой-то текст и в буквальном смысле переводите, трансформируете на другой язык. Толкование же, это когда вы переводите один язык на другой в вокальном или голосовой форме. То, что делает Татьяна сейчас, это интерпретация. Потому что, возможно, она не переведет каждое мое слово. Но она поместит это в такую форму, которая понимаема на вашем языке. Если вы когда-либо переводили что-то, толковали что-то, вы увидите, что почти невозможно перевести слово в слово. Когда вы переводите текст, то намного легче это сделать. Поскольку есть время, чтобы подумать, чтобы что-то найти, если не понимаете. Иногда мне даже необходимо использовать другие слова, чтобы Татьяна смогла понять смысл. Но в случае с переводом у вас есть время для того, чтобы взять словарь и искать значение слова. Это также означает, что у меня должны быть на готове еще какие-то синонимы. И не всегда это легко. Ситуация, которую мы видим здесь, духовное толкование, то толкователь даже не понимает, что это за язык. То, о чем я говорил, то, что Татьяна понимает английский и может преобразовать его в русский язык. Если бы я говорил на духовном языке в это утро, то для Татьяны это было бы невозможно перевести. Вот в чем разница. Послание на языках может быть достаточно длинным. И толкование иногда будет короче. Поскольку толкование передает нам смысл для понимания. И потому приходит в такой суженной форме. Иногда такое срабатывает и с книгами. Есть очень, например, известный комментарий Библии, библейский комментарий Мэтью Генри. Мэтью Генри. Мэтью Генри. У нас есть две версии. Полная версия. И сокращенная версия этого комментария. Восемь-девять томов. А сокращенная версия — три тома где-то. Поэтому кто-то удалил некоторые моменты и оставил ключевые моменты. Иногда человек говорит коротко языками, но затем получается очень длинное толкование. Такое же происходит с языками. Например, если вы захотите перевести что-то на французский с английского языка, то предложение получается в полтора раза длиннее. Потому что в французском языке очень много слов используется для того, чтобы что-то простое сказать. Если вы были во Франции и посещали, то заметите, что они постоянно болтают. Им нужно много слов, чтобы что-то простое сказать. Например, поздравление от Роджера, то на французском языке. Вот это короткая фраза. Поздравление от Роджера. Вместо одного слова пять-шесть слов. И такое же может происходить в духовном языке. Также оно может быть дано от первого лица или от третьего лица. Пример этому. Один человек может дать такое толкование. «Сей, я гряду скоро, будьте готовы». А следующий может сказать. «Господь говорит, что он грядет скоро, и он говорит тебе быть готовым». И третий вариант может быть. «Господь грядет скоро, будьте готовы». В этом даре не всегда передаются одинаковые слова. Таким же образом, когда дается толкование сна, символа, притчи или знамения. Два проповедника, которые проповедуют по одному библейскому отрывку, могут вообще разное сказать. Иногда даже возникает вопрос потом, а кто из них прав? Потому что иногда нужно быть осторожными в нашем толковании Писания. Что на нас влияет? Наше мышление, наши традиции или уже наше существующее знание Писания? Так же это не повторение Писания. Иногда вы можете заметить, что то, что говорят, это просто библейские стихи. И я иногда задаюсь вопросом, на самом деле это произошло, или просто человек захотел это сказать. Но Писание также может быть иногда использовано в толковании языков. Пятый я назвал, это не просто дар интерпретации. Его невозможно использовать, если не было сверхъестественного говорения языками. И понимать, что его необходимо использовать в взаимосвязи с даром языков. Тогда переходим мы, что же значит этот дар. Еще одно определение, похожее определение. Духовный дар толкования языков, это сверхъестественное проявление Духа Божьего, который использует голосовые органы, дает произношение на родном языке. Говорит значение слов, которые были сказаны на языках. Эти определения нужны для понимания. Иногда я использую несколько определений, чтобы сложилась широкая картина того, о чем говорится в Писании. Мы движемся дальше. Вы должны это быстрее записывать. К скорости прибавьте. Еще добавлю, невозможно это изучить в школе, но может быть дано Духом в какой-то момент времени. Иногда вы будете чувствовать, что Бог дает вам способность интерпретировать сказанное. И иногда вы просто будете сидеть и не понимать, о чем говорится. И ожидать, когда кто-то другой интерпретирует это для вас. Я верю, что у некоторых людей есть особый, да, толкование языков. И часто они могут интерпретировать в различных ситуациях. Готовы? Второй момент применения. Этот духовный дар передает значение сказанного на сверхъестественном языке. Это голосовое чудо, вокальное чудо. Павел говорит, что интерпретация языков необходим для того, чтобы дар языков был для пользы всех. Я перейду дальше, потому что не уверен, что говорится дальше. Что говорится дальше? Нужно функционировать, просто то, что вы говорили. Просто то, что я говорил. Павел говорит, что интерпретация языков. Вы все равно нужны другого, который был перед нами? Да. Да, нет. Таким образом, духовный дар передает значение сказанного на сверхъестественном языке. Хорошо. И теперь мы хотим идти дальше к тому, что Павел сказал. Хорошо. Дар толкования языков необходим для того, чтобы дар языков функционировал для пользы всех. В 1 Коринфянам 14.16 говорится. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Поэтому Павел был абсолютно четок в этом, если были языки в публичном месте, то тогда необходимо толкование. И даже не только нужно, но должно быть. Поэтому это то, что нужно помнить. Я верю, что существует ситуация, когда это не надо, но это случай пения на языках как часть служения поклонения. Я не думаю, что в тот определенный момент это необходимо. Поскольку каждый через языки направляет свое поклонение Отцу. Но если язык идет сам по себе, тогда существует абсолютная необходимость толкования. И думаю, позже мы больше об этом поговорим. Павел поощряет нас просить об этом даре, если мы говорим языками. Павел говорит, если вы говорите языками, также молитесь, чтобы у вас была способность толкования. И он говорит всем нам говорить языками. 1 Коринфянам 14,5 Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. И мы поговорим об этом скоро. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять. Чтобы церковь получила назидание. Это нас приводит к нашему первоначальному заявлению, что все дары даны для назидания общины. Это не просто личные игрушки, с которыми вы играете. Иногда меня очень огорчают некоторые ситуации. Когда я вижу, что люди играют, что я называю, играют с вещами Дарами Духа. Что может относиться также к различным проявлениям Духа Святого, таким как смех и так далее. В тринадцатом стихе этой главы «А потому говорящий на незнакомом языке молись о даре истолковании». Поэтому очень хорошо знать, если есть кто-то в общине, у которого есть особая способность толковать во многих различных ситуациях. Если вы не можете или у вас нет такого побуждения, тогда вам нужно знать, есть ли этот человек в месте собрания, прежде чем говорить языком. И вовлечено определенное количество дисциплины в сфере говорения языками. И Павел говорит очень ясно о том, что это должно быть под нашим контролем. Также к ним относятся, к этим дарам говорения языками, когда мы принимаем участие в контроле. И на основании заявления Павла мы можем сделать вывод. Также это относится и к пророчеству. Пусть будет один или двое, наибольшее количество трое, и каждый по очереди и позволяет кого-то интерпретировать. Каждый молится, а по очереди один интерпретирует. Павел сказал, «Полица кого-то интерпретировать». Это вовсе 27, 1 Кринтянс 14. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много-трое, а то и то порознь, а один изъясняй. И Павел говорит, что при определенных обстоятельствах и в определенных ситуациях применять дисциплину и воздержание. Из этого заявления можно сделать вывод, что это возможно. Поскольку во многих ситуациях бывает много языков и нет толкования. И лично я верю, что это не очень хорошая ситуация. Поскольку если взять цель даров, если они находятся в общине или общине, то они должны быть для назидания всей общины. И если вы получите много языков и без толкования нет никакого назидания. Это беспорядок. И Бог – Бог порядка, а не беспорядка. И нам нужно это понимать. Поэтому нам также следует дисциплинировать себя. в вашей личной молитвенной жизни, то вы можете использовать дар языков настолько, насколько хотите. И я лично пощаю вас к этому. Поэтому должен быть кто-то, кто интерпретирует. И если вы чувствуете побуждение, которому не можете сопротивляться побуждению молиться в ситуации общины, то молитесь также о том, чтобы кто-то смог толковать. Или же молитесь о том, чтобы Бог дал вам дар толкования. У меня были как первая ситуация, так и вторая. Обычно, когда я говорю языками, особенно если это где-то в новом месте для меня, так же я ожидаю некоторое время, чтобы увидеть, найти человека, который толкует. Но если этого не произойдет, то я делаю шаг верой и молюсь о том, чтобы Бог дал мне толкование. И затем говорю то, что Бог поместил на мое сердце. Так как я верю, что, как говорит Павел здесь, должно быть это толкование. Третий – это метод. Значение может быть дано по-разному. В 1 Коринфянам 12, 6 Действия различные, Бог один и тот же, производящий все во всех. Иногда бывают различные формы того, что происходит. Иногда можно получить толкование молитв, псалмов, хвалы и песни, так же и послания к людям. Нет, просто личных посланий к людям. Я упомянул вчера, что лично считаю, что языки – это вид молитвы во-первых. Поэтому обычно я ожидаю, что толкование также будет в таком виде. И также я сказал, что языки и толкование – это своего рода послание. Исходя из моего опыта, возможно, было по-другому. И в большинстве случаев, когда я слышал это, то где-то почти 95%, когда происходит, говорят на языках, и затем толкование идет в виде послания. И не часто я встречал толкования в таких видах, как только что я перечислил – «Маитвы псаммы» и «Хвала». Я думаю, что Бог может обогатить этим богатством и дать это как общине. И часто это происходит из-за неправильного понимания даров. И также традиции, которые возникли за годы в харизматическом пятидесянческом движениях. Поэтому, когда я говорю о даре языков и даре истолкованиях, то очень часто я делаю акцент на этом. Не из-за того, что я критичный, но потому, что я хочу, чтобы церковь испытала всю полноту богатства того, которое Бог хочет дать ей. У меня есть очень близкий друг, который очень хороший музыкант. И иногда я хотел, чтобы он поехал со мной, когда я куда-то еду. И Лайша… О, извините, Лайша, я думаю, это было… Лайша, Лайша, извините, я не знаю, какой он сейчас. Но в один момент он был попросил дать слово от Государства. Он был попросил дать слово от Государства. Один раз, то ли Илья, то ли Елисея, не помню, попросили дать слово от Господа. И он сказал, приведите мне музыканта, кто бы играл для меня музыку. И они привели того, кто играл на арфе. И во время звучания той музыки он дал слово. Я верю, что музыка может очень вдохновлять в освобождении пророческого слова. И этот друг, которого зовут Франк, я дал Татьяне CD, этого Франка. И когда мы взаимодействуем вместе, часто он замечает, что когда я проповедую, у меня возникают трудности. Он проберется тихонечко к пианино и начнет играть. И внезапно освобождается Дух Божий. И это помогает мне по-новому передавать слово Бога. Также у него есть дар, дар пения на языках. И затем он переходит на английский или на голландский, и затем дает толкование, что он пел на языках. Это настолько красиво. И это так замечательно. И несколько песней на том CD родились таким образом. И это такая замечательная комбинация даров, которые могут вместе взаимодействовать. Также, подходя к завершению собрания, я чувствую повреждение молиться. Часто я дам такой небольшой знак рукой, и Франк сразу идет за пианино. И Дух Божий начинает течь очень красиво. Может быть, какой-то раз я его привезу с собой, и вы сами это увидите, услышите. Я не многих встречал людей, которые могут так делать. Хотя Бог может проявлять свои дары через многих своих детей, Часто нужно искать нам того человека, который опытен в этом. Лидер общины не должен, не обязан ожидать, пока появится так называемый официальный толкователь. Поскольку стимулировать работу Духа Святого нужно во всей общине. Это очень важный момент. Если вы станете лидером общины, то одно из ваших главных заданий быть увещевателем. И в Писании говорится, что на лидерах лежит ответственность снарядить святых к служению. Хорошо. Итак, как лидер, одна из ваших главных функций это смотреть вокруг и посмотреть, кто начинает функционировать в дарах. И как в качестве лидера ваше задание смотреть вокруг и искать, кто начинает функционировать в дарах. И помогать им, ободрять их, наставлять их, чтобы они росли и были снаряжены в этих дарах. И этого не происходит во многих обстоятельствах. Основная цель этого дара, чтобы язык был понятен слушателю. И церковь получила назидание. Снова мы возвращаемся к 1 Коринфянам 14, 12. Если вы желаете дарах, давайте их быть для обогатения церкви. Это должно быть нашей мотивацией, чтобы церковь смогла расти, чтобы она была ободрена, увещеваема, и чтобы она смогла продвигаться дальше. Дары функционируют на основании разума Духа Божьего, а не разума человеческого. Давайте просто посмотрим. Хорошо. Одна из других вещей, которая может происходить через дару языков и толкования языка, это каким-то образом воодушевить и задать тему или общий фон встречи, служения. Один раз у меня был такой опыт. Всякий раз, и идя на служение, всегда я готовлюсь к тому, что Бог что-то изменит. Я могу делать как бы со своей стороны, готовиться, но я still want to be open for the inspiration of the Holy Spirit at the moment. Я хочу быть открытым к воодушевлению Духа Святого в тот момент. Потому что в наших встречах Господь должен быть в контроле. Должен быть в контроле. А, поскольку на наших служениях контроль должен быть в руках Духа Божьего. Я помню некоторые случаи, когда было дано слово, и я сразу понял, что Бог хочет об этом говорить. И то послание, которое я готовил, оно не подходило. Поэтому оно осталось в моей сумке, проповедь. Потом я сказал, Бог, все теперь от Тебя зависит. Теперь Тебе надо меня воодушевить и дать. И когда мы так делаем, то будем видеть, как Бог будет по-особенному действовать. Иногда это не так легко, но я также знаю, что моя проповедь не будет эффективна, если она не в порядке с Господом. Не будет эффективна, если она не соответствует Духу Божьему. И нужно быть чувствительным к движению Духа Божьего. Чтобы откласть в сторону 10 часов подготовки моей. И позволить Ему дать Его послание. Еще много нам следует изучить в отношении Духа Божьего. Но моя молитва в том, чтобы мы позволяли Богу использовать нас. И чтобы дары Духа через нас смогли действовать. Перерыв. Нет, перерыв.